Водонапорная башня В 1859 году, то есть это в 19 веке, началась строительство водонапорной башни под руководством талантливых инженеров-архитекторов Шуберского и Мерца. Огромная красно-кирпичная, которую я вам показала, водокачальня, яркий образец индустриальной архитектуры, была построена в 1862 году. По прямому назначению водонапорная башня проработала 40 лет. Сейчас немножко истории. Обратите внимание, до водонапорной башни, до водопровода были вот такие водоизвозчики, водовозы, которые в больших бочках возили в телегах запряженными лошадьми воду. И что интересно, что 200 лет назад вода, Невская вода считалась самой чистой. И водовозы возили Невскую воду в белых бочках, и она очень дорого ценилась. А уже для нужд таких вот хозяйственных вода бралась из мойки, из фонтанки. Вот этот водовоз, он сам везет в свои бочки, лошадки у него нет. И я вам сейчас расскажу почему. Потому что в то время водовозы тоже были хитрецы. Невскую воду было далеко возить. И некоторые водовозы хитрили и набирали воду из фонтанки и мойки. Хотя они должны эту воду развозить были в зеленых или желтых бочках. А они наливали в белые бочки и продавали ее как дорогую Невскую чистую воду. Вы знаете, попадались такие хитрецы и очень строго наказывались. Чем? А у них отбирали лошадь. И приходилось водовозам вот по этим мостовым тащить бочки с водой своими силами, пыхтя, кряхтя и обливаясь потом. Обманул? Получай за это, будь наказанный. Вот. Вода – источник жизни и великая тайна. Показать вам первую водонапорную башню. Вот она какая высокая. И она прослужила в своем прямом таком смысле. В водонапорной башне именно прослужила 40 лет. Сейчас мы посмотрим внимательно. Это земной шар наш. А это капля воды. Инсталляция «Глобус». Так, ну я вам прочитаю. Друзья, вода покрывала 70% поверхности земного шара. И большая ее часть – это соленая вода морей и океанов. Расположенной ниже глобуса – это реки, озера, болота, грунтовые воды, льды и снега. Вы можете увидеть символическое и большой капли. Вот. Вот она эта символическая капля. Обозначает реки, озера, болота, грунтовые воды. Всего 3% от общего количества воды на планете. Но далеко не вся эта вода доступна нам. Смотрите, малая капля – это только пресная вода, которая доступна человеку. И ее всего лишь 1%. Именно эту воду делят между собой все живые обитатели нашей планеты. Вода соединяет прошлое, настоящее и будущее поколения. Качество воды меняется каждый день. И какой вода будет завтра, зависит только от нас. Да, дорогие друзья, вот эта капля обозначает, что 1% всего пресной воды, которая так необходима всем живым существам. И воду надо, конечно же, беречь. И чтобы она оставалась чистой для жизни на земле. Территория здесь большая, ухоженная. И все, вот видите, в красном кирпиче. Водонапорная башня. Построена в 1859-1861 годах. Архитекторы Шуберский, Мерц. Памятник промышленной архитектуры охраняется государством. Реконструкция выполнена в 2002-2003 годах. Вот в первой водонапорной башне и находится музей «Мир воды Санкт-Петербурга». Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга». Но здесь еще не все. Сейчас я вам покажу одну скульптуру, которая была поставлена здесь в 2003 году. Это памятник водовозу. Обратите внимание, что по мостовой он тащит бочку с водой. А возле него бежит его верная собачка, которая своим лаем оповещает всех, что едет водовоз и везет в воду. Эта территория находится на Шпалерной улице. Начиная от дома 53. И здесь памятная доска. Это труженикам водоканала, погибшим в годы плакады Ленинграда. Земной поклон вам от грядущих поколений. Мы помним вас. Мы помним ваши имена. Посмотрите, сколько здесь фамилий. Вот у нас техника. Пушки стоят и зенитные орудия, наверное, тех времен. Сейчас мы подойдем, прочитаем. Орудия данного образца обеспечивали противовоздушную оборону основных стратегических объектов Ленинграда во время блокады 1941-1944 годов. Вот, ребята, это орудия, зенитные орудия, пушка. Это все настоящее. Это все времен Великой Отечественной войны. Представляете, вот эти орудия защищали Ленинград. Это все настоящее. Такие орудия защищали от налетов вражеской авиации территорию главной водопроводной станции 1941-1944 года. 37-я миллиметровая автоматическая зенитная пушка 61К образца 1939 года. Вот еще раз посмотрим на первую водонапорную башню. Вот с этой стороны она так выглядит. Видите? А это территория. Вот сегодня солнечный день. Сейчас подошла к фонтану. БД-канал Санкт-Петербурга. Он всегда функционирует здесь. Подсветки есть. Очень красиво. Здесь любят также собираться петербуржцы. Отдыхать. Вот как сейчас подошли там с колясочкой. И таких исторических мест в Санкт-Петербурге очень много. Водоканал Санкт-Петербурга. Чистая вода большого города. Вот видите, как выглядит водоканал Санкт-Петербурга. Отчистные. Павел Иванович Полибин. 1811-1881 год. Автор проекта петербургских водопроводов. Ну вот опять же история. Когда провели первые петербургские водопроводы, то профессия водовозов не исчезла. Потому что первые водопроводы стоили денег. И конечно же простым людям были не по карману. Поэтому профессия водовозов еще долго-долго ценилась. И была актуальна. Советую всем, кто приезжает в Санкт-Петербург, пройтись на Шпалерную 53, это недалеко от станции метро Чернышевская, и совершенно рядом от Таврического сада, посетить музей Мир Воды. Ну а мы заканчиваем нашу экскурсию. Гуляли мы с вами по территории первого водоканала. И показала я вам первую водонапорную башню. Спасибо всем за прогулку. До новых встреч, до новых видео. С вами была Елена. Всего самого доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok